Аминь Боже милости, мы в прошлый раз закончили 10 главу Чтобы у нас была преемственность мыслей И поколение тоже Мы вернемся к последним стихам 10 главы Речь была о том, ну вот в частности читаем 20-21 стих Римлянам послание апостола Павла 10 глава 20-21 стих А Исаи смело говорит, меня нашли неискавшие меня Я открылся не вопрошавшим о мне Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному Целый день Да, целый день Ну целый день, это имеется ввиду Долго Долго он простирал руки к израильскому народу Но они не взыскали его Более того, они его распяли Отказались, не признали его своими словами А поскольку они не признали его своей мессией Распяли его Не вняли словам его Несмотря на многократные повторения через многих пророков То неискавшие язычники обрели его Господа И этим Господь раздражает, раздражил израильтян, евреев Об этом мы в прошлый раз и говорили Теперь одиннадцатая глава С первого стиха Читай, брат Первый стих Первый и второй стихи здесь Чтобы было толкование блаженного пепелакта Так разделил он толкование здесь Итак, спрашивают Спрашиваю Спрашиваю Неужели Бог отверг народ свой? Никак Ибо и я, израильтянин, от семени Аврамова Из колена Вениаминова Не отверг Бог народа своего Который он наперед знал Или не знаете, что говорит Писание В повествовании об Илье Как он жалуется Богу на Израиля Говоря Продолжение дальше Сейчас толкование блаженного пепелакта Назвав иудеев народом непослушным Представляет себя сомневающимся Говорят Неужели обетования Божии Не исполнились от того, что народ израильский Сделался непослушным Нет, отвечает Бог не ответ народа своего Который наперед знал То есть о котором знал, что он способен к принятию веры Ибо и я, израильтянин Продолжаю Потом, дабы не возразил кто Разве ты один составляешь народ? Прибавляй Не отверг Бог народа своего То есть и другие Кроме меня Есть три тысячи Есть пять тысяч Есть великое множество из народа Которые уверовали Как показывают деяния апостольские Во второй Главе 41 стихе Четвертой главе 4 стихе Пятой главе 14 стихе Вот Такого Но сегодня Во время Собрания Игорь Тихонович опять Коснулся темы Очень болезненной Очень болезненной И очень трудной темы Темы Богоизбранности Мы знаем, что израильский народ был Избранным народом Эта тема Сочетается с темой Каждого Волнующего Волнующего каждого из нас О Богоизбранности То есть Господь знал Заранее И возненавидел Исава Еще до рождения его И Господь знал Конечно Об израильском народе Как он будет поступать И что он Отечется И что произойдет дальше Что он Не признает его И То что он Потом язычником откроется Тоже это известно было все Параллельные места Вот я хочу просто привести Параллельные места Из 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 Завета Первое царство Двенадцать двадцать И отвечал Самуил народу Не бойтесь Грех этот Вами сделан Но вы Не отступайте Только от Господа И служите Господу Сем сердцем вашим И дальше Первое царство Двенадцать двадцать два Господь же не оставит Народа своего Ради Великого имени своего Ибо Господу угодно было Избрать вас Народом своим Здесь спрашивает он Что же Господь Отрекся Отверг народ свой Никак Отвечает он Тот же И вот эти слова Как раз Из священного писания Из Ветхого завета Уже говорит Что Он Знал Как они будут поступать И Когда Израильский народ Преносил покаяние То Господь Пренимал эти покаяния Ну я хотел Как бы на наше время Это перевести Все Сейчас К нам Приблизить Ведь говорится Здесь об израильском народе Который был Избранный А ведь Христианский народ Тоже избран Господом И Господь не отвергает И христианский народ И Возьмем Как бы Коснемся Этого вопроса Ну Можно по другому Подойти Но мы его через Протестантов Подойдем к нему Через протестантов Вот протестанты Сказали Что пришло Такое время И в конечном итоге В частности Отделенные баптисты Ну или вообще баптисты В конечном итоге Верующих не стало В церкви В самой И поэтому Церковь прекратила Своё существование В 431 году Когда на соборе Православном Пресвятая Дева Была названа Богородицей То есть Богиней Они говорят Всё Церковь прекратила Существование И теперь только Богоизбранные люди Которые приняли Верой Христа В сердце Одной Праведной Верой будет Живой И поэтому Эти люди Они были вне церкви Это церковь Это уже как блудница Это как уже Отсечённое От Бога Какое-то Общество Там людей И так далее Ну которые говорят Что-то и правильно Но в основном Неправильно поступают И так далее Вот они Как сказали И теперь мы можем Посмотреть На это Со стороны Вот как раз Толкование Блаженного Филанта Так ли это было Народ Если Господь Не ответ Народа Израильского Который Можно сказать По плоти От одного человека Произошёл От Авраама Семь это Авраам Он был Верой Стали они Ну или от Е-Вера То же самое Ну которые сохранили Верность В какой-то исторический момент Господу Его законом А здесь Сама вера Открытая Иисусом Христом Единородным Сыном Через жертву Великую Неужели Господь Забудет народ свой Да мы видим Конечно Они забудут И Он обетование Дал По слову Божьему Что Никак не влияет Правда На решение Положительную сторону Вопроса Протестантами Написано Что Все с вами Во все дни До скончания Века Сказал Иисус Христос Христианам То есть нашему роду С вами Христианскому Но вот этот вот вопрос Богоизбранничества Он касается нас напрямую Вот Игнат Игнать Опять сегодня коснулся И говорит Да я не знаю Вообще нужна эта община Или нет Нужен я вообще сам Или не нужен В таком виде В каком Мы-то Как бы Как определяем мы веру нашу По совести нашей Как говорит апостол Павел Вы Проверяйте себя Верили вы Себя Исследовайте А вера В чем состоит А как мы относимся К словам Божьим Как мы их воспринимаем И как мы относимся К нашим ближним Которые Как сегодня Говорили Говорили Читалось в проповеди Апостолам Ой этим И Святителем Иоанном Златоустом Что Если ты любишь Любимого То и люби тех Кто Любит его И кого он любит И сказал Вот бедные К примеру Помогай им Или Вот братья твои Будь с ними рядом Ведь говорит Кто А ближних не печется А тот хуже неверного А ближних А кто ближний Как не те Кто находится Всегда рядом с нами Ну не говоря о семьях В семьях там Разные бывают Моменты И тоже надо И там И изыскивать Как-то Какие-то средства Своей души И Жертву Эту общения Жертву Человека Привести К слову Божьему К познанию Бога Через слово Божие Все это надо делать Но в основном А ближних Который Любимый Господом нашим Как ты относишься К братьям своим По вере Так И такая вера у тебя Об этом только Апостол Павел Всегда и говорит Да его все послания Они об этом и говорят О общении Внутри церкви Они говорят Если по большому счету Брать Что это за письма Да он общается Ну просто не мог Он поговорить Как мы сейчас И общается письмом Но письмо Такое содержательное Оно Так проникнуто Духом святым Что мы даже сейчас Берем его письмо Начинаем разбирать И оно нас касается Если мы На сегодняшнее время Перенесем Но нет у нас Таких общин Чтобы даже Написать куда-то Вот Игнатих Вот он мучится В этом интернете Я смотрю Ну я сам Немножко там побыл Но это мучение Ни одного человека Нету Который бы мыслил Так же как У нас мыслим Мы все здесь Это быть не может А нету Ну попробуйте Кто не знает Войдите в интернете Найдите хоть одного Ну с какой-то Червоточиной есть То он протестант То он муртинстант Какой-нибудь То он туркистант Но только не православный В истине Ну все есть у него Ну вот это вот Как ее Самира Самира Ну Самира Но она же мусульманка Да она там молится Все Но она мусульманка Все равно То есть Нельзя поехать там К ней И прям с распортертыми Объятиями уже Все Ну допустим Как получилось В Кемерово Брат Михаил Ну и опять же Он сюда приехал И он говорит Слушай Я столько о себе Тут узнал много Оказывается Я-то думал Приеду Тут православие Как всегда А тут Говорит Столько вопросов И то он Неправильно Обмыслит И это неправильно Вот с Володей Недавно разговаривали С братом Покажи себя Шли Шли вместе В зеркало Куда-нибудь Надо было Шли вместе с ним А он тогда Толкование плохо знал Он Про церкви Он не мог думать хуже Начали про толкование Говорит Говорит Ну он мне напоминает Говорит о толковании О книге откровения Облудницы И он мне говорит Ну это же церковь А он киегористо Походил немножко И у него вот это застряло Толкований там Нигде не было У православного А тут Ему дали какое-то толкование И у него в голове застряло это И он Раз Облудница Говорит Это церковь уже То есть вот Вот эти вот категории Которыми нас Там мы что-то схватили Там схватили То есть систематики Нету в обучении Православного человека Как он приходит Человек православный Ну как сестра Вот сходила К нашей маме И Передала ей книжечку Первые шаги В православном храме Ну это по православному Все Первые шаги Так чтобы до храма То дойти Храм то это Для тех Кто молится Участвует В молении А начинается Нужна община Говорится Люди Все вместе С миром То есть Это огромный Стоит вопрос Об этой общине Какая она должна быть Какая она будет И получается Что Вот вы свет миру Говорит Христос И вот как свеча Ставится на подсвечники А не ставится под кровать Точно так же И вы должны светить людям Чтобы они видели Ваши добрые дела И прославляли Отца Небесного Но если вернуться Все таки К стихам К стихам Которые были прочитаны И к теме О том Богоизбранности Что Господь Теперь вместо Евреев То есть Богоизбранничество Еврейского народа Закончилось на кресте Когда они Расскалили Христа Дальше Господь избирает Язычников А мы кто Бывшие Язычники Целовать это Уже ближе к нам Речь идет о нас Так вот Сравнивая Израильский народ Он говорит Что же Он отверг на вод свой Никак А нас когда Отвергает Господь Когда мы грешим Тогда отвергает Нас Господь Тогда мы сами Себя отвергаем От Господа Но Господь Принимает покаяние И израильтян И евреев И наше покаяние Принимает И вот здесь Как раз говорится О местах Которые я думаю Уместно Процитировать Апостольские деяния 2 глава 38 стих Петр же сказал им Покайтесь И докрестится Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите дар Святаго Духа Деяние Апостола 2 глава 41 стих Итак Охотно принявшее Слово Его крестились И присоединилось В тот день Душ Около Трех тысяч Деяние 4 4 Многие же И слушавших Слово Уверовали И было число Таковых людей Около Пяти тысяч И деяние Апостола 5 глава 14 стих Верующих же Более и более Присоединилось Господу Множество Мужчин И женщин Продолжим Римлянам 11 глава 3 стих Господи Пророков Твоих Убили Жертвы Твои Разрушили Остался Я один И моей Души Ищут Что же Говорит Ему Божеский Ответ Я соблю Себе Семь тысяч Человек Которые Не преклонили Колени Перед Валом Толкование Подождите Я прочитаю Параллельные места 3 стих 19 14 Он сказал Благодарю Я о Господе Боге Саваофе Ибо Сыны Израиля Оставили Завет Твой Разрушили Жертвенники Твои Пророков Твоих Убили Мечом Остался Я Один Но и Моей Души Ищут Чтобы Отнять Ее 3 Царств 19 15 И сказал Ему Господь Пойди Обратно Своей Дорогой Дальше Он Надо Прочитать Дальше Написано Ну и Написано Дальше Савлюл Я Семь тысяч Человек Которые Не преклонили Колени Перед Валом То есть Там дальше Продолжение Такое же Именно Семь тысяч Толкование Толкование Влаженного Феофилакта Апостолу Могли Возразить Что ты Павел Говоришь Неужели В трех В пяти Тысячах Велико Множестве Людей Полагаешь Ты Тот Народ Который Уподобляется Песку И Звездам Поэтому Говорит И при Ильи Спаслось Не более Семи тысяч Но Илья Не знал Их И теперь Вероятно Есть много Уверовавших Если вы Не знаете Их Это не новость Илья Не знал Тех Присем Неприметно Касаясь Словом Другого Предмета Показывает Что совершенное Ими Убийство Давно Свыше Предсказано Именно Дабы Не сказали Они Мы убили Христа Как обманщика Спрашивает Как же Убили Ветхозаветных Пророков Предки Ваши Неужели И те Были Обманщики Они Смело Огорчали Но Как же Предки Ваши Раскопали Алтари Неужели И алтари Оскорбляли А как Домогались Убить Самого Илью Ревновавшего Об иудеях Славившегося Чудотворениями Если же в те времена Когда так много было Порочных людей Господь избрал Для себя Только 7 тысяч Как показывает Писание То есть Откровение Слово Божие То отнюдь Ничего Нет нового Если он И теперь Избирает Только достойных Это объясняет Далее Конец толкования Ну какие вопросы По прочитанному Это Да 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 Пожалуйста Пожалуйста Вопрос Почему он сказал Обращайся Той же дорогой Зачем ему командовать Он хорошо Израиль знал Карта была Перед глазами Я бы никогда Не додумался Иоанн Затус объясняет Чтобы он увидел Что он натворил Засуха по его молитве была И он стоял на концах Господь говорит Ну посмотрите Ты что Ты видишь Валяется скотина Люди издыхают Ну Это Иоанн Затус так такой Он говорит Нет Господи Они моей души ищут Это время От коммунистического режима Везде сыщики Алтари То есть Это храмы разрушили Престолы осквернили Там Туалеты Дома Разные Зрелищные Устроили И вот нужно Здесь еще Подчеркнуть одно Что Семь-то тысяч Бог соблюл их Бог соблюл Но мы не знаем Где они будут дальше Но только Определенно знаем Что потенциал Благовестия Был равен нулю Никто не знал Это было своего рода Монастыри Где-то их там Отдельно Кормил И больше ничего Никто не знал Один На всю страну Гремел И все Для всех он был Жестокосердный Это как Особенно Когда он порубил 850 голов Голов Не куриц Человеческих У каждого семья Кто-то заканчивал Академию Вала Великого Там Вилла И у каждого Были какие-то планы И вдруг все кончилось Келье связанного Подводят Что делать Он не разговаривает Ну может быть Они обратятся Уже поняли Уже троих закололи Не разговаривает Всех до него надо зарезать Ну что Недзержимский И в этом тоже Был смысл Они были беспокоятные И что им Ну говорил Ну хоть перед смертью Таим Что примите Истину А когда О его душе Зашла речь Он застакоился Вот сколько тут вопросов Но главное Что 7 тысяч Никто про них не знал И ни одна душа Не обращалась Никто Вот это для себя Сделать надо было И они больше Только упоминаются Но в похвалу Не ставятся Вот сегодня Канонизируют В России Под канонизацию Полностью подходят Сразу Это Данил Сысоев Во-первых Он постоянно учил Да Взирая на конщину Жизнь И даже разговоры Они ведут И канонизация А Там Распутина И другие Этот умер То именно За проповедь Не как царь Николай За то что там Мешал Девочки расстреляны Они вообще Не претендовали На престол Речь идет Во имя Христа Полностью Все сходится Поминайте Наставников ваших Взирая на конщину жизни Я за последнее Сколько Известных людей Я просто Никого не знаю Такие Чтобы Беспрекословные Вошли просто В это и все Как отец Данил Сысоев И почему Он что ненавидел Мусульман Нет От чрезмерной Любви к мусульманам Самое это главное И в доме любящих Говорит Билли Он как раз Погибает от их Это уподобление Христу Пришел к своим И свои не приняли У него дед был Мула Он уже татарского Происхождения И он Пришел к своим Ему все было Открытый И от своих Погибает У России Таких мучеников Мало было И о нем Как будто Не слышали Патриархии Как будто Не было Тут сегодня Как предполагают Что Он мешал властям Стабильность Обстановки Нарушалась Он говорил И сами Его власти Сказали Его уничтожить Ну под видом Говорил Картавил Пришли Застрелили Как вот Небоскребы Само ЦРУ Свалило Так это Это органы Это в печати Пишут Ну а Бог Его знает Нам это Расследовать Не надо То есть Это один из вариантов Возможен был Такой Сохраняется Стабильная Обстановка Для чего Для того чтобы Произошел Великий коллапс В конце Чтобы все Было уничтожено Вот сегодня На Путина Я не знаю На кого столько Говорят Там Как его рисуют То другое Но никто Не хочет посмотреть Самый корень А корень в том Что у Бога Если это назначено И Россия Должна быть Разделена Между государствами То другое Так Путин делает Самое правильное Что есть Малой крови Все это выполнит То что там поставлено Не масонами А Богом Это разнаряжено Вы думаете Он думает О малой крови То есть сейчас Которые делают То конечно Большая кровь Будет тогда Когда будет От 150 миллионов 15 оставлено Остальные уничтожено А сегодня Это нормально Ну нормально В смысле Не нормально Это нормально назвать Тут надо посмотреть еще Пришел Вавилон Завоевывать На ухода носа И были же патриоты Как они его называли Какими словами Как что А это от Бога было Для чего Чтобы наказать Чтобы в наказание Оценили Что имели Мы тогда будем понимать Что мы имели И тогда будут искать люди Они начали образовывать Синагоги Синагоги Это производные Не Израиля Вавилоне Они оттуда пришли Синагогами Нигде в писании Это не было Школа Школа Синагога Это школа Аминь И вот это извещание Оно же все подтянет На сегодняшний день А сегодня есть кто-нибудь Кто бы как Илья Возвещал и говорил Ну кто-то же есть Который говорит Всем Видимо не есть Пятый стих Кстати А где четвертый А он здесь Прочитали А третий Четвертый Так К римлянам Пятый стих Отделен Так и в нынешнее время По избранию Благодати Сохранился Остаток Вот мы Кто-то остаток Я на дальнейшем Разговору Хочу вернуться Сказать Вы ребята Серьезно Об этом братья Помолитесь Очень серьезно Прямо назначить Кажется пост Возможно ли Что-то сделать Сегодня ничего Нельзя сделать Кроме того Что мы делаем Абсолютно Ничего нельзя сделать Ты можешь биться Колотиться Старобрядцы Могли пойти искать И они перетаскивали Потому что все остальное Некогда Мы признаем Патриархию У нас главный тормоз Мы признаем Ее благодатность И поэтому Все остальные пути У нас отрезаны Мы уже не будем смотреть Ни на Гафангела Ни на Тихона Почему? Да там тоже самое Еще крепче закручено Там первый пункт Чтобы признать Безблагодатность Московской Патриархии Да мы никогда На это не пойдем Не надо даже Говорить об этом Причина-то какая? Если они безблагодатные Значит И в Тихе наш Никто был Батюшка Никто Вы дальше Продолжайте говорить Они там получили Сам это Ну нельзя Так как этот Судник А потрезал Они безблагодатные Да ты не монах Никакой Ну и пускай Это есть фильм Про Давида Когда Этот его сын Иоаннафан И говорит Да как это не настоящий Пророк Он говорит Если он не настоящий Пророк Я не настоящий царь Тогда Когда он ему сказал Что отвергает тебя Бог А он ему выход показал Какой-то Да ты его презрили Все он не настоящий А у Саула Хватило ума понять Надо смотреть На свои корни Я вот что убедился Абсолютно На сто процентов Работает У нас были люди Которые ходили В университет На занятия Слышали Потом они Отошли Ошесточились И я никогда Ничего там На занятиях не получил Я был верующим Все отнято Они стали мирскими людьми То есть корень оброблен И Бог это услышал Молитвы Нету С этого момента Начинаем отчет А там ничего нету А отец Геннадий отошел Он был я такой Да приехал Он стоял внизу А я красил верху А он внизу лестница стоит Обыкновенный Говорит пищник Но необыкновенный человек И что он услышал И он издает Толкование апокалиптиста Не его Святых отцов Он собрал вместе И везде подчеркивает Где он получил Я его посадил за этот труд В моем доме Он не отрезает корень И поэтому он Самый плодоносный Из всех Он никогда Нигде Не сказал Что он это все знал Он получил в моем доме Я был здесь В Барнавуле У Лапкина И он этот корень То сохраняет А у меня идет подпитка Он просто Мощнейший у него Там как импульс идет Все время где-то Мы сейчас и были А я великий выставил Там он обнимает Выходит Видел Окажется Ну ничего особенного Он разозлился Я тогда не буду Ну не будет Значит ничего и нету Нету Вот сейчас у меня Алексей По программе там работает Перекачивает Вклейки делать Ну и разговорились Галя Мать Что сделала Абсолютно все Этот Максим Сын ее там Во все тяжкое Пал Курит Пьет Это вы его так научили Говорю Ты где у нас Видел Кто пьет И курит Катя пошла Катя пошла туда Отца Поносит Она приготовила Ужасное будущее Притом Неблагополучный Исход От объяснования И вот Ну я вчера Ты посмотрел Выступление Как бы на вопросы Отвечает Андрей Кураев И он говорит Был такой Сын императора Ну его крестили Когда И когда в купель Ребенка поставили Он испражнился И он называет Константин Гнойный Он говорит Дословно Говнюк Константин Говнюк Он там Обкакался И Ну ребенок же бывает Нет Говорит У Бога Прикрещение Занаряжено будущее И он Поседет на каноны церкви На единство церкви Он будет Богохульничать Вот где И Я не слышал Это Андреевич Я вчера это слышал Он выступал и говорил Крещение было Девочку держала на руках Девочка другая Семь лет И ей сделалось плохо И она Упала А крестили У важного человека У полковника Она упала Сознание потеряла Во время крещения И от свечки Загорелась Лиза священника Он весь вспыхнул В священнике Как это такая Лиза сухая у него была Или что не знаем И он получил сильнейшие ожоги И крещение не состоялось И вы что думаете Девочку Которую хотели крестить Бог не допустил Это Блаватская больше Елена Главная ведьма Страны и мира Убогость И вот у нас Сколько батюшка крестил Знаем В обморок При крещении Только одна Галя Глушкова упала Крещение Она сразу потеряла сознание О Духе Святом Как только заговорил батюшка Сошелся Духа Святого Она сразу Кубырк Что-то в этом было заложено Никто не знал Сейчас все проявляется Она видимо Давно перешла Грань Хулы на Духа Святого Для нее никаких Ни авторитетов Ничего нету Богохульство Самое настоящее Говорит На мужа Детей Натравливают У нас говорили Ну опасная там А то венька Самое главное Сейчас растет Ее сын подрастает Он залазит Где попало На чужой склад залезет Куда Ему удержу Никакого нет Вот как бесноватые У нас дерево растет Залез топором Витя подошел Его снял К матери А он там не был А то вы клющите Ну вот он топор У него в руках Вот он у меня Сейчас я корубил Дерево на моей территории Я его предупредил Уже третий раз Полное помешательство И я жду беду Или поджог Или с собой что-то сделает Что-то Так оно не кончится Никак Была Настя Она сейчас Настю Отсюда вышибла Насти-то нету Она больше ходить не буду И куда В общежитие Своими руками В общежитие Когда в общежитии Чем занимается И кто там есть Она куда И толкнула Девчонка-то хорошая Катя пошла туда Эти Вечером на службу Никого нет Прекрещение заложено было Она сильно на это Не любит Когда ссылаются Но это факт Прекрещение Не упал ни ты Ни он Ни один Сотни людей Уже крещены были Она одна Что в этом заложено Я не знаю Но крушение полное Она же еще Милицию вызвала Вот эту Володю Хотела посадить Ну ты сиротая Если бы это Витин сделал Я бы посадила его Я говорю А вы Теперь знаете что Если она не укорочает Сына А ему уже лет 10 Сообщайте милицию Что пришли на помощь Ну как-то надо укоротить Он везде лезет Везде Он вообще не слышит ничего Ну и кончина его будет По делам Анфим Я так радовался С таким именем Как наш Защитник Анфим Некомедийский Рано радовался Вот брат Какие дела И на это Надо смотреть С благодарением Богу Что все это Вскрывается Несмотря на то Что она Прекрасная Огородница Там то другое Но это не во спасение Огородница Это В городе много Космонавтов У нас хватает Уже Да Итак Шестое Оттолкование И теперь Говорит Есть остаток То есть Наилучшее Когда Провивают Смолоченное То в остатке Бывает зерно Так точно и Бог Отвергая Дурных Оставляет Себя достойных Когда Сказал По избранию То показал Старания Спасаемых Потому что Они сделали Достойные Избрания Вследствие Их старательности А когда Сказал Благодати То Означил Дар Божий Глубоко Все И что интересно Блажим на Пепелах Кто какое дело Сделал Им везде Пользуется И он Не канонизирован Толкование Откровение Андрей Тесарийский Тоже Я даже не знаю Была ли Канонизация Его А Герасим Пустынник Все канонисты Ну монахи Свои В порталке А он видимо Не монах Был Вот если К нам Вернуть Слова Вот То что Брат Прочитал От Толкования Феофилакта Болгарского Об избрании Ну Можно сказать Что мы избраны Да Потому что Мы услышали Слово Божие И пришли Вот Занимаемся Изучением Священного Писания Избраны Да Но От нас Зависит Насколько От нашего Старания Насколько Это Избрание Господнее Будет Ну До конца То есть Оно будет Достигнет цели А цель какая Оказаться в Царстве Небесном Вместе со Христом Пребывание Вот От нашего Старания Уже Зависит Подтверждение Этого избрания То есть Мало одного Избрания Господня Мы еще должны Тоже Жить И действовать Так Чтобы быть достойными Этого избрания Вот такая мысль у меня Настоящие старатели Да Валя Валя Стартисон Вчера Или позавчера Вошла на наш форум И зарегистрировалась Наконец Значит Получилось Она целую неделю К этому Училась Чтобы войти Она позвонила мне И говорит Я не могу никак войти Не получается Потому что Там немецкий язык У нее Это там Накладки в языках Я не знаю Что там она будет Смотреть Технические термины Да Да Где Вадим Ушел И где Вадим А когда он оставался Оставался Часто Оставался Не знаю Так У тебя нет возражений Что я выставлю Наш отзыва в интернет Выставляйте Ничего нет такого Тем более Вы сказали Все Тема закрыта Выводы сделаны Ничего такого нет Это лакировку Мы сорвем Блаженна Фефилакт И Андрей Кисарик Патейдийский Оба архиепископы были И оба были монахи Но почему не канонизировали Я тот вопрос снимаю Не потому что они не монахи А потому что любили Слово Божие А которые любили Слово Божие Они все эти люди Под подозрением о монахах А зачем тебе это нужно знать Ну За Сифея У Дорофея спрашивает Ну я хочу знать Толкование А тебе это не надо знать Ты монах Ну знаете как было Да А он офицер молодой был Он тогда Договорился Говорит Я тебе пришлю молодого Говорит Послушай Хороший Ну любопытно Писание надо знать Я пришлю к тебе Ты побей его Как следует Он приходит И хорошо Ну и пришел туда Меня Ава Дорофея послала Ну что Да вот я хотел узнать Вот Матфея Глава такая Мне непонятно Что вот Кто сегодня Опцию волки А тебе зачем это нужно знать Ну я хотел знать Он как Давай его бутусить И сколотил его Хорошо поколотил Иди чтобы духу твоего не было Домой он пришел В монастырь свой Ну как был Какой Настоятель такой хороший Он Выслушал меня А что он выслушал Ну сказал тебе Не надо знать Ну я тебе и говорил А потом И побил меня А как Он вот сюда ударил Два раза По спине Правда там побольнее Палкой ударил А потом вот здесь Дал по ногам Тут он камнем меня ударил Хороший такой Это уже образец считается Что заглушили в нем Любознательность И побили И он не взялся за оружие Чтобы отомстить Замечательно Ну почему-то он вскоре помер Которого колотили Он совсем молодой А они ухайдакали его И все Святой Ну а теперь Игревать все некуда Зачепеет Вместе с Дорофеем Канонизирует И это Житие святых Все пишет Это как образец Чтобы не любопытничали А слово Божие говорит Задавайте вопросы Вникает в Писание Да Это наше православие И мы должны сказать Что неправильно это делали А не так Что я голосую За канонизацию Дорофея Дорофея был прекрасный человек В данном случае Он был не прав Сейчас выступает Этот Невзоров Александр Я говорю Ну везде хулят Гитлера Я решил заняться Его историей Гитлера Притом Из разных источников Я нашел Что он совсем не такой был Это был замечательный Умный человек Как он любил родину Как он крест заработал Как он отравлен Русским газом был Как он сколько километров Полстом Остался И как он пришел В Германию Вывел В люди Из разрухи Первым государством Вот национал фашизм Это плохо Ну зачем все говоришь Что не ладно Он образец для всех Он не пошел Как Ленин Путем смещения Правительства А законом путем Один раз выборы Поголосовали Там 17% В следующий раз 37% А уже третьими выборами Ему уже 87% Народ доверяет Половина Немецких женщин Желали иметь ребенка От Гитлера Это ничего не говорит Его любили А хотя он не красавец Никакой был Он всем дал работу И дал жизнь И будущее Но его На этом не остановил Сатана Потянул дальше Потому что он видел Что через неделю Сталин нападет Как Виктор Суворов пишет Он просто опередил его На две недели И поэтому Я не за Гитлера А брони Бог Для меня это Сатана в человеческом образе Но Давайте правильно говорить Ленин для меня Самые большие антипатии Вот сейчас Депутаты За вынос его тела Но у него тоже были моменты Учился на пятерке Разве это плохо Еще в сенках Шел и кричал Литература Пять Пение Пять Закон Божий Закон Божий Пять У него работал Голова Видишь как И хорошая Везде можно найти Для нас самое хорошее Вот писание Святые отцы А когда начинает Это Вития Византия Там у меня Шифрует При чем тут Византия Да из Византии Андрей Это сказать Фепелок Ну он то Учит нас правильному Вот мы говорили Дальше Тихон и прочее У них это Икона Мироточение Категорически Против русского языка Да раз же мы на это пойдем С каким трудом Достигнуто Ни одного слова Чтобы не было По русски На богослужение Но это смерть И куда нам идти то А Кирилл то По крайней мере Он за русский язык Он за то что я К католику подошел Под благословение Он мне голову не рубит А там все Отлучил навсегда Выбор то даже Делать не надо Кирилл лучше выглядит Некоторых Которые от него отошли Я не говорю о жизни А о моментах Которые он Вот сейчас поехал Где с кем встречаются Надо очень серьезно думать Правд никаких нету На территории у нас Никогда Никто не рукоположит Вот Вася пошел туда В прошлый раз он был здесь Я ему сказал Вася тебе пообещают Он хотел быть священником А там его рукоположат Очень быстро В течение одного года А у нас он У нас может никогда Он не может быть И не почему-то А потому что Квялый Сонный Ну Совершенно никакой Ну он здесь степлился Там А там В прошлый раз На занятия Раиса Николаевна была здесь Приходила Да Главная цель Это какая у нее была Она пришла Но Вы не видели Что она другая Это не Раиса Николаевна Была Которую мы знали Это другой человек Совсем пришел Не то что она худая Или толстая Ты не была Ну скажи Что была С какой целью она приходила И в чем она другая Маленькая Вдохните Мне показалось Что она Что-то недосказала Как будто она Для чего-то пришла И не высказалась До конца И ушла Не сказав ничего В общем-то мне так показалось Не знаю Она единственное Что много сказала Это ее Любовь ко мне За все Как случилось Как была Как с ней было Давай поцеловать И проще Но не это главное Было в ней Можно Вспомнить кое-что Ну чтобы Что-то прозрело Во всех А то Один умный Скажет Вылазит Как гриб После дождя Была такая Милославская Кто помнит Милославскую Ольгу Ольгу Иннокенев Ольгу Иннокенев Помните, да? Ну как все Ну зачем все Не все Ну и вот теперь А помните Как она разговаривала Какая она вообще была Она так немножко Как с прибамбахом Такая Там около помоек Помните Она там рассказывала Бестом ее захватила Она там орала Бегала В трех помойках Заблудилась И она вот такая была Как она одевалась Вот эта вот Закутается Вся вот такая Вот собинная Приходила А кто ее видел Когда она приходила Сюда К нам Разговаривать После того Как она у сектантов Побыла Уже не видели, да? Почему я ее видела? Видели? Раиса Николаевна Упоминает? Упоминает Уверена такая Вы видели Отца Желтухина Когда он сюда приехал Вы видели его Когда он покаялся Как он сказал Приехал Со слезами Тут все Помните его, нет? Кто помнит? Помню Тут сидел Он там сидел Первое сразу впечатление Что человек Во-первых Голос прорезается У человека Он разговаривает Возвышенно Высокопарно Он начинает Проявлять Какую-то инициативу Уже В разговоре с тобой Если раньше Он просто сидел Смотрел на тебя Вот как Василий Здесь, когда вытрахал Сегодня банку И чуть не разбил Нам тарелку Инициативу Василий Ты проявил Наконец-то А все Когда? На морковочку Решил вытрясти В банку Я говорю А что ты из нее Ложкой-то не ешь? Начал стучать Банка из руки Вывалилась Я говорю Что, инициативу проявил? Да не в ту сторону Пойдем сейчас Пошел Переезжает Он там Он переезжает Вещи собирает Я говорю Ты что? Он уехал? Нет Ушел он Вещи собирает Ушел он Здесь он Выезжает Пошли коров? Нет Он уже там отказался Пошли коров Ну ладно Ну в общем В общем-ка Человек Видно, что он Становится инициативный Необыкновенный Блес в глазах У человека Блес И у него Нотки Такие нотки Уже какой-то Власти в голосе И вот Раиса Николаевна Пришла Точно такая же Она обновленная Пришла Она пришла Человек Который что-то Такого много Узнал Чего раньше Не мог он узнать И вот теперь Он решил Поделиться Со всеми Но он не поделился Почему-то Ну это тоже Другая уже причина Кто-то делился С нами Кто-то нет Отец Желтухин Он делился Он начал нам Рассказывать О любви Христа К людям О спасителе Его личном И когда ему Задали вопрос Да когда ты Приезжал сюда Три года назад Вы же об этом Уже говорили Об этом Никогда не говорили Разве кто-то Со мной Об этом говорил Так ты же Книги читал Спрашивает Игнатиныч В книгах Там прям написано В книгах Нет там Не так Нету этого Ничего Галя Глушкова То же самое Такая же И вот она Пришла И она пришла С этим же Она говорит Там точно такая же Община Тоже говорят Вот о Христе Но она просто На занятия попала Она В другую обстановку Попала Она бы сейчас Нам начала рассказывать О любви Христа К ней Просто она не успела Когда ходили мы Адвентисты Вели там Во дворце Зрелищ И она пришла Здесь Начала рассказывать Так как Ой-ой-ой Как я слышала Так никто Никогда не говорил Да это адвентист Они тебе говорил Она ничего не слышит Она легко Но увлекается Нашла там Какие-то монахи Пещеру раскопали Им надо послать Ну что послать Книгу я покупаю Я говорю Они даже читать не будут Нет будут Ну послала Я говорю Они не ответят Монахи никогда не отвечают Послала Оренбургская область И с концом Мне ответа не привета Что если это не сегодня А когда Жалтухин Батюшки не было А я уехал И в это время У него было посещение Как Саши Мухи Где-то на бензозаправочной станции И вдруг ему Христос является И он все переменил А с кем С Митей Дружениным был Еретик И он как начал тут Все ему прощено По боку всякие Эти пяти мьи А сам нарушил Смертные грехи совершал Он уже ни в общине был Нигде И давай мне И другим Я ни одного слова Ему не ответил Вижу что обман И что Я спрашиваю его Тесте Ну а Петеримов Анатолий Это ой Говорю там Просто озверелый характер Что И что у баптистов Он задержался Нет Вышла какая-то группа Он ее там С этой группой И остался там Нет Не остался Сначала к монаху Тут Феодориту И где Они где Дома так сидит Сейчас все Дружит На этом не останавливаются А где Ольга Они где Она к адвентистам Поперла Дальше куда-то Сумасшедствие одно Ее взяли Тащила Говорю А что с тобой было Мусорный ящик Схватила И начала тискать Полный ящик Вот здесь Хотела его утащить Я говорю Зачем Не знаю Ну и что И не могли оторвать Пока команда не приехала Из дурдома Ну и отсюда забрали Связали Увезли Эти люди Одержимые демоном И когда нас не было В это время Желтухина откровение было Как он по всей деревне И к Павлу И к матушке Это Христос Умер за нас Я узнал Он умер Да ты же священником Был уже 10 лет Как ты мог не знать Ты у нас сколько был Слышал И он Такое откровение О Духе Святом А ничего нет Он решил Автономку переломить И он теперь будет Тут священником Но ничего нет Уехал что Бороду сбрил Все ушел в мир Совершенно безбожник взял Собер Да хоть как-то верит Да никак В храм нигде не ходит Притом Результат у всех Одинаковый И у всех вот как говорит Глез в глазах Что начинает Он наконец-то раскрепощенный А что у них А ничего нет Нету ничего Ей надо теперь Говорить Что она ничего не знала И я начну новую жизнь Все будет по-другому Новый муж Новая жена Новое место А ничего нет Ты остался то же самое Магнезией напишками Ничего у тебя нету А ты вот то что есть Спокойно это пронеси Расскажи Обихоть Потрудись Это только мы Которые знаем Поэтому Всякие обвинения Вот патриарха Кирилла Путина Обвиняют Я на это все смотрю Не в них дело Сейчас самого хорошего Царя дают Православная церковь Она довела до того Что отречение Расстрел Она же стояла У власти Давайте опять Православную власть Это самое последнее Что могут сегодня придумать Давать православной церкви власти Невзоров тут правильно говорит Она без мирской власти Никогда не существовала Не то что я люблю Или не люблю Это данность Она сейчас отними Что приоритет ей дают Храмы открывают Землю отдают И то другое Они не могут ничего делать Сектанты приехали с Америки Они с нуля начинают Там средства конечно Но он работает Идет в народе Там обольщает Но он работает А эти ничего не могут делать И провозглашен Культ молчания Культ авторитета Батюшки То о чем Слово Божие Как раз и не говорит Чтобы не господствовали Наследием своим Не господствовали А тут все на одном Господстве Стих еще один Шестой Но если по благодати То не по делам Иначе благодать Не была бы уже Благодатью А если по делам То это уже Не благодать Иначе дело Не есть уже Дело Ну и здесь мы все Находимся По благодати Божией По благодати Божией Господь нам даровал веру По благодати Божией Мы нашли Слово Божие Через Рупор Которым является Игла Все по благодати Божией И по благодати Божией Мы еще живы И говорим Второе Законие 9.4 Когда будет Изгонять Когда будет Изгонять их Господь Бог твой От лица твоего Это говорит он Народу израильскому О язычниках Которые вокруг Которые На той земле Которая должна быть Дарована Итратянам Еврейскому народу Он говорит им Бог твой От лица твоего Не говори в сердце твоем Что за праведность мою Привел меня Господь Овладеть Сею землею И что за нечестие Народов Всех Господь изгоняет их От лица твоего Не за праведность твою И не за правоту Сердца твоего Идешь ты Наследовать землю их Но за нечестие Народа всех Господь Бог твой Изгоняет их От лица твоего И дабы Исполнить слово Которым Клялся Господь Отцам твоим Аврааму Исааку Иакову Посему знай Исполнили все Что должно исполнить И тогда мы должны Сказать Что я ничто Нестующий Раб А не делающему Но верующему В того Кто оправдывает Нечестивого Вера его Вменяется в праведность Галатам 5.4 Вы Оправдывающие себя Законом Остались без Христа Отпали от благодати А мы Духом Ожидаем И надеемся Праведности От веры Толкование Здесь показывает Что неуверовавшие Из евреев Не имеют Никакого Извинения Вы не можете Говорить Сказать Что Бог требовал От вас Дел и трудов Все есть Дело благодати Почему же Не хотите Вы спастись Когда такое Благое Предлагается Вам без требования От вас Трудов Поэтому Кто захотел Те и спаслись Эти то И составляют Народ Божий Значит Бог не отверг Народа Своего Достойного спасения Если бы мы Благоугождали Богу делами То благодать Была бы уже Неуместна А если есть Место Для благодати То нет уже Дела И дело Не есть дело Ибо Где благодать Там не требуются Дела А где дело Там нет Благодати Так что Делать не надо Разговор Не об этом Идет Ну встает Так вот А почему надо Последние слова Ямно Что они эти слова Требуют пояснения Дела Есть Поясняйте Благодати Нет Почему Братья Брат Николай Поясни Ты Как-то Можешь Так Доходчиво Да Разве я Дойду Да Нет Ну ты так Да Может Скорее всего Да Наши мудрости Будут коротки Но все-таки Попробуй Ну А что пробовать Вера без дела Мертва Есть Вот и все Ну Неплохо Сказано То есть Слов не хватает Ну да Вера без дела Мертва Есть Дела Проявления Жизни Веры Есть Иначе Она не существует Ну ясно Ясно То есть Как дыхание Да Плоти нашей Проявления Жизни ее Так и дела Проявления Души нашей Верующей Благодать Переводится Даром Данное От Бога Спасение То есть Ну полностью Надо перевести Слово благодать А то Благодать Благодать Как приехала Игорь Гдатины Спрашивает Скажи Умиление Как это умиление Она говорит Встала Ручки сложила Перед иконой А ты о ком Говоришь Ну Которая без руки Без руки Которая Приезжала к вам И так Перед иконой Говорит Попыталась Лицо Такое сделать Умилительное Я говорит Точно не могу Передать Ну это вот так Вот умиление Вот речь Здесь не хватает Слова Ставочное слово Дела Которые Человек Приписывает Своим силам Я этого Достиг Я мог Я тренировался У меня Смотри Как я ему сказал Это по благодати А ты Если себе припишешь Благодати там нет места Это твои усилия А благодати нет Для спасения Значит ничего и нету Бог спасает По благодати А не потому что Ты хороший Даже все сделаешь И тогда скажи Я ничего не стоящий человек Вы только что Эти слова произнесли Вы повторяете Мы когда об этом говорим Мы когда об этом говорим А что вы хвалитесь Ты никогда От меня не слышал Чтобы я сказал Что мы сделали Своими силами Вот в чем дело Я ни одного стихотворения У себя не могу Приписать себе Не потому что я Жемандище А потому что Я вижу Что мне не написать Эти Если бы я тебе показал Сегодня за последнюю Неделю Какие отзывы Там о стихотворениях Ты бы не поверил Я думаю Пушкин не получал Такие Потому что у меня Другая аудитория была Все на основании Слова Божия И такой Переход плавный Это человек Я себя впервые увидел Я это чувствовал Что во мне Сегодня еще у меня Начинаю работать То есть от стихотворения Одно его таким делать Я всегда говорю Это намного выше Моего уровня Разбития Мне бы никогда Не проникнуть За грани этих стихов Священного Писания Это Бог делает Это по благодати Что мы здесь находимся По благодати А я нахожусь здесь Почему? Потому что Бог дал эти здания А дал почему? Потому что я сидел Страдал Плакал Молился И батюшка Правильно сказал Хорошо, что брата посадили Иначе бы дома не было Его не было А уж дальше По благодати Встреча с Бавариным Другие суды Хороший судья 11 лет Как они меня измотали Но я обиду не показывал Ужасно У меня когда переживание У меня сон сразу исчезает Полностью исчезает Как будто его Я никогда не спал Организм так изнемогает Я чувствую А сон пропал Все нету День идет Второе Сна нету Я чувствую Как горит все Сна нету И причина одна Чтобы я молился Но так Бог И делает Вот когда летел сюда Этот Каракола Валера Наталья Приходит Кому что Я уже знал Она мне звонила И он позвонил Что вылетает Ну вылетает И вылетает А те Львова спрашивают Ну как тут Я уже ночь был без сна Как он и летит Я по две тысячи поклонов За каждого положил Только В ночь Для меня ночь бдения была Когда он явился Я уже встречаю Ворону Все Бог помил Почему Я смотрю на него И смотрю Это не игровое Как-то Это от Бога Что для нее Не нашлось На континенте Европейском Никого Только в Америке Только один человек Который должен был На нее выйти Чтобы ее спасти Для нее Это врач Не в том смысле Врач Что он хирур А врач для души ее Ей спасения Уже никакого не было А ее пророческие сны Показывали Что она должна быть спасена И ей должен был Вот такой быть И только потом Через неделю Тут начало Или на третий день Начало открываться Кто он такой Это пришел Даже мусульманин Под облачкой Христианина Ревностный мусульманин Весь пропитанный Хотя он считается Православным Только он ее может Теперь обуздать И привезти ко Христу Я тогда только Получил ответ Ну почему А в интернете Уже выставил Вы были на свадьбе Ничего не заметили Нет Не казалось Что я как-то Не так веду себя Нет А я не был здесь Я был здесь Видел Что я здесь А я в это время Находился дома И молился И молился Игорь это хорошо знает У меня неделя прошла Вся в слезах И наконец Бог проявил все это Проявил И у меня все Сразу успокоился Господь Это ответ твой Никогда Выстрели в ряд Какие тут были женихи За нее Сматривались Ни за кем Она любым Командовать Она знала Как его на нет Смести Она сама говорила Какие способы есть Господь дал Именно такого Мощнейшей силы Человек Вот в вопросе Покорения ее Смирения ее Она даже рта Не раскроет Понятно Главное Стены не помогут Нет Стен родных Нет Нигде не так Он рядом с ней И она повенчана Главное Что про венчание Мы уже не будем говорить Оно прекрасно прошло И теперь Она Чучо Я к маме К маме не поедешь Хотя Мама была согласилась Ей сказали Там тайфун Отложить пока Их Всех эвакуировали Они на каком этаже Их не эвакуировали Там на пятом этаже Там Неприятности Я каждый день молюсь Полная спокойствие Сразу Угновенно наступила Как только Открылась Я встал с молитвы И мне как было Да он же мусульманин И он со всеми порядками Сейчас обрушился на нее И она сейчас Даже рта не раскроет И все ее способы Покорения Смирения мужчины Как она Ну рассказывала Мы очень близки были с ней Она сказала Как мама ее С мужем Это все отпадает нигде Но она должна быть спасена И для спасения Бог ей это дал И моя Молитва еще более Теперь усилилась И его Господи Сохрани его Чтобы он не изнемог Я даже не знаю О ком у меня больше молитва О нем Или о ней Миша Никитин был Из Потеряевки И зашел Она где торговала Я говорит Плотную покупаю у ней Даже не узнал Как она накрашена Как она что Она полностью обмерщилась Я Мишу Говорит Узнать не мог Кто она такая Гляжу Наталья не Наталья Понятно Она же в лагерь приехала С разрезанной юбкой Все отнял сатана А причина какая Причину только она знает И в этом состоянии Ее здесь Никого не было Чтобы ее так подел Бог видимо перебрал В Англии нет таких В Швейцарии нету Нигде Только в Америке Из океана Бог его посылает сюда Чтобы ее вырвал отсюда И начал ее Разумлять Пройдут годы Когда она будет Пережжена Переколана Много крови Пролит Как она видела Но она выйдет Она спасена будет У них книга Помещена Два сна пророческих В обоих она видит Распятие Это на 100% От Бога Каракола Звать Валерий Пожалуйста Теперь мы можем Только так Улавливать где-то Как я дальше понял Что согласны Что переделать нам Завещание Ну ее нету Она никогда не будет Но я два года жду И известий Никаких нет Они таятся Значит Володя готов заплатить Если пойти Это тысячи полторы Надо будет заплатить Ну и перепишем опять Витя останется Севастьян и Володя Я советую Если поэтому Так дела идут А тут чтобы Справку выставить Вот так братья Все непросто И когда говорят А почему ответ Не совсем Границы как-то имеет Бог не открыл этого Ну что нельзя ответить Нельзя А почему Бог умолчал Если Бог умолчал Даже не расслуждаем Любли этого нет Вот сегодня Сколько в православии есть Вопросы решают Задают там Читают Чаплин Там где-то отвечают Ну очень человек Да умный Но не по писанию И первый-то Илья был Он не стал искать Причину Это дефолт Это гнет царицы Он не в этом искал Причину-то Израиль должен был Покаяться И он показал Что с вами будет То же самое Поток кисон Понес эти тела Безголовые И это был пример А можно было по-другому Вы знаете Когда царя Агага Пленил Саул То стали договариваться Какие земли Отходят Израилю Старые Которые завоевали Агаг Какие что А Самуил в это время Может бегом бежал И видит Уже переговоры заканчиваются Уже все Вот его даже царям Агага отпустить И он говорит Горечь смерти миновала До того удивленный был Что пошел Да я отдаю города Все сам думает Армии накопим Мы Куликову биту устроим И вот он Конечна Он говорит Конечна Горечь смерти И когда он идет А в это время Там Часовой то Там идет совещание У царя Вот так вот рукой Какого царя В стороны заходят туда Что ты делаешь И такое Он берет меч С кем Он тысячи Жен оставил Без мужей На колени Взмах меча И голова долой Вот как с врагами А какие договоры С ним могут быть Гитлер должен быть На виселице И весь сказ Или я не один Так поступал Но это ветхий завет Скажем Мы этого не можем А что бы вы тогда Сделали В первую очередь Я не буду Никогда В сегодняшней Ситуации Я бы сказал Убивать Я бы не стал Я бы стать На колени Мог Право дано Но взять меч И будь Взявший от меча Погинет И этого сделать Я не могу Ну а все таки Если бы ты был Саул И что нужно было сделать Не делать ничего Без Самуила Это первое А Самуил Пускай делает Рубит он Знает Я в новом завете А ты Самуил В верхом завете Руби Вот и все Нас удерживает Только новый завет Поэтому Если экстремистская Литература Сейчас будет до конца То в первую очередь Экстремистская литература Это Библия Это Коран Ну вы знаете Только не экстремистские Да Уничтожить целую народность И чтобы кого-то еще Это не экстремистская Да Да Уж Угу Поним Хорошо Все С Богом Ничего Закончили Время закончилось Нас молимся Ага Библия Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Царю небесный Утешителю Души истинной И живи И вся исполняет Сокровища Владыка прости беззаконие Наша Святые посетие И исцели немощи Наша И по его ради Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне И пресне И во веки Веков Аминь Отче наш Иже Иси на небесах Да светится Имя Твое Да прии Царствие Твое Да будет воля Твоя Яко на небесе И на земле Хлеб наш Насущный И дашь нам Днесь И остави нам Долги наши Яко же Но избави нас От лукавого Ибо Твое И старство Сила И слава Во веки Аминь Напоминаю Кто согласен Где с молитвой Везде говорите Аминь Когда я говорю Аминь Не согласен Не говори Я неоднократно Буду говорить Аминь Даже в посланиях Апостол Павел Иногда несколько раз Определенная А потом добавка Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешно Слава тебе Наш Бог Иегова Аллилуйя Аминь Аминь Благодарю за день Когда даровал Веру в тебя Три единого Бога Аллилуйя Аминь Аминь Слава Вышли Богу На земле Мир В человеках Благоволения Аллилуйя Аминь Благодарю за Святую Библию Которую перевели Сделали доступной Для нас Благослови Перевозчиков Священного Писания Во Царстве Твоем Аллилуйя Аминь Аминь Пресвятая Госпожа Богородица Спаси нас Присна Дева Мария Спаси нас С молитвами Твоими Благодарю за Услышанные молитвы Сохранила От падения Сокрушения Предательства Измены Молодуши Уныния Отчаяния Господи Благослови Патриарха Кирилла Сохрани его От всякого зла В этом путешествии Возврати его В здравии Положи ему На сердце Чтобы он там Начал искать тебя Всем умом И всем сердцем И окружение его И Николая Который с ними Который так много Сделал для нас Добра Аллилуйя Аминь Благослови Наша брата Отца Акима Возврати его В здравии Аллилуйя Аминь Господи Господи Божий Наш Слава Тебе Благослови Правители Нашей стране Владимира Дмитрия И те Которые Не здесь Находятся Барака Александра Игоря Сергея Александра Дай им Страх Твой Святой Чтобы они Знали Что над ними Есть Ты Царь Царствующий Господь Господь Пощади Этот народ Несчастный Приготовь Его к великим Игрозным Испытаниям Аллилуйя Аминь Благодарим Тебя За это место Где мы можем Склоняться Перед Твоим Дилищем Господи Прости Если в чем Погрешили Помилуй И замысл Еретиков Ничто Преврати И разруши Укрепи Церковь Святую Православную Аллилуйя Аминь Ангел Христов Храните Мой Святой Моли Богом Негрешным Добрый Мой Ангел Сколько лет Ты хранил Душу Мою Не покинь В смертный Час Когда душа Будет Разлучаться От тела И проведи Душу Мою По страшным И непонятным Мытарствам Веди В вечное Царство Христа Бога Навеки Аминь Господи Господи Боже Слава Тебе Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога Она Господи Продлищи Этот мир И к еврейскому Многострадальному Народу Пошли Благовестников Твоих И миссионеров Христианам И изыщникам Иудеям Мусульманам И буддистам И посеян И на нами Сам возрасти Ибо Ты сказал Что Сеющий Понивающий Ничто Но все Бог Возвращающий И сохрани Наши книги Сайты Форум Для многих Людей И место Сия Благослови Священников Бунтующих Лгущих Дай им Страх Твой Святой Коснись Их Сердец Как они Будут Отвечать За этих Рассеянных Овец Не имеющих Пастыря Аллилуйя Аминь Святителю Христов Никола Мирликийский Чудотворец Образ Котости Воздержания Добрый Архипастер Моли Бога Нас Никола Чудотворец Умоли Господа Бога Она поможет В издании Книг Как угодно Тебе Господи Боже Наш Господи Приготовь Все необходимое Для благовестия Найди Добрых Людей Желающих Пробуждения Русского Народа Аллилуйя Аминь Святые Пророк Илья Елисея Нох Моисей Саму Ила Арон Иов Авель Но Иосиф Патриарх И Ездра Неем Амос Наум Исаия Иерем 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 Давид Нафан Данил Иерем Пророк Михея Молите Бога Нас Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Белый Приход Твое Отшествие Наше Не было Неподготовленным Что мы выше Навстречу К Тебе Жениху Души Нашей С горящими Святильниками И сосудами Полными Еле Добрых Дел Соделанной В Духе Святом И с Любовью Аллилуйя Аминь Святые Ангелы Архангелы Херувины Серафимы Все Небесные Силы Престолу Божьей Предстоящей Молите Бога О нас Святые Всехвальные Апостолы Первые Верховные Петры Святые Евангелисты Матфея Марк Молите Бога О нас Дарует Господь Желание Исследовать Слово Божие Вникать В Него Поступать По Нему Да Вы Исполняли Закон Твой Святой И понимали Его правильно В толковании Святых Отцов Не Высокомудрствовали И не Суемудрствовали Сохрани Нас Чтобы Мы Не Впали В Раскол В Ереси И Помоги Нам Закончить Жизнь В Святой Православной Вере Тебе Слава За все В веки Амин Аллилуйя Святые Мученики Мученицы Игнатий Богоносец Поликарм Смирский Устин Философ Космай Дамьян Андрей Стратилат Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Никомедийский Георгий Победоносец Пантелеим Иерон 40 Святых Мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Венин Иосиф Борис И Глеб Молите Бога О нас Да укрепит Господь Дабы никто Не принял Начертание Зверя Антихриста На правую Руку Ли Начало И детей Помилуй Господи Столь Неподготовленных И беспечных И на отступников Возри Помоги Им восстать И врагов Примири С нами Коснись Их Сердец Аллилуйя Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Златоуст Афанасий Великий И премь Северин Антоний Макарий Макарий Антоний Пеодосик Корнилео Сергий Радольский Сепан Пермский Сиропим Самовский Антобольский Анкронштадтский Аншанхайский Кирилл Меподий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет Митрополит Московский Все переводчики Священного Писания Молите Бога Александр Невский Ступи за эту землю Которую уже потеряли И чтобы здесь жили добрые люди Японскому народу дарят добрые земли Чтобы они могли уверовать в тебя Пощади русский народ Пробуди его Господи От самоуничтожения В каком страшном состоянии Он находится И все поднебрежение священства Это их вина И им дай Господи Услышать глаз Твой Аллилуйя Аминь Молите Бога о нас Святые жены и девы Фекла Первомущин Сапатина Самаринина Феврония Вера, Надежда, Любовь Матерь София Наталья, Адриан Варвара, Екатерина Перепетую Татьяна, Ирина Ольга, Елена, Нина Мария, Магдалина Мария, Египетская Прискила Кила, Андроник Июня Киприянова Стена Молите Бога о нас Задаруй Господь Послушание Молчание Целомудрие Стелливость Покоривость жен Галина, Екатерина, Евгения Надежда, Святана Мария Раиса Лариса Не дай им поедать Прими нашу эту молитву Возьянье рук Как жертву вечернюю Благухание Приятное Перед престолом Благодати Твоей Господи Соедини нашу молитву С молитвами всех святых Молящихся Тебе На небе И на земле Господи Услыши И прими молитву Всех Молящихся о нас Во благо нам И прими нашу молитву О всех западавших Нам молиться Благослови болящих наших Братьев и сестер Благослови Благодетелей наших Путешествующих Чтобы все содействовало К спасению Тебе слава за все во веки Аминь Говори Господи Владыка Слушает И слышит Раб Твой Аминь С миром Божьим Спасибо Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ясен